А вот работа по переселению из ветхого жилья ведется планомерно. В Чуварской республике реализуется одноименная программа. Наша съемочная группа выясняла, как переселяются жители из аварийных домов в Канажском районе. В Канажском районе за три года планируют полностью ликвидировать ветхое жилье и аварийные дома. На это выделены все необходимые средства из федерального, республиканского и местных бюджетов. В селе Табурданово в середине сентября был снесен аварийный дом, который построили в 50-х годах 20-го века. И на его месте заложили фундамент нового двухэтажного жилого дома. И уже в феврале планируют праздновать новоселье. На сегодняшний день строители занимаются отделочными работами, электрики делают, сантехники работают. Благоустройки в основном сделаны, подъездные пути сделаны. Вода по постоянной схеме, электронеры по постоянной схеме, канализации. Есть все сделано. Когда намерены сдать? Сдать где-то в конце февраля. Во сколько обошлось вам это? 7 миллиона 800 тысяч. В прошлом году в Канарском районе уже заселили два дома на 16 и 20 квартир. Их жители переехали в них из ветхих домов. В целом программу по сносу ветхого и аварийного жилья в Канарском районе планируют завершить через три года. Надо снести около 4-5 тысяч квадратных метров. В 2016 году все жители непригодных домов будут жить в современных жилищах, надеются, в районе. Георгий Казнин, Игорь Поручиков, Андрей Шоклев, Республика.